Здарова народ, с вами Варчик. В этом видео будем разбирать ваши ошибки, которые вы можете прислать мне. Для этого нужно на сайте Вот Реплейс загрузить свеженькие свои реплейки и мне куда-нибудь написать свой ник. Дальше я все сделаю сам. Итак, в этом видео мы будем разбирать очень часто встречающуюся ошибку, которая очень сильно, просто катастрофически понижает скилл, все понижает. Средний урон, процент побед, ВН8, тупо все, потому что она мешает вам играть. Многие из вас мне присылали реплеи и у многих встречается одна и та же ошибка. Если у некоторых людей там мелкие какие-то ошибочки, либо особенные ошибочки, и у них в принципе как-то смотришь реплей, сразу видно осмысленную какую-то игру, и что человек в принципе как-то более-менее что-то там нормально понимает, то есть люди, которые играют как в этом реплее. Они попали под эту вот такую вот ошибочку и мешают сами себе играть. Я, наверное, знаю, что кто-то из вас уже мог догадаться, что это использование прицелов, у которых кратность очень большая. Вот мы сейчас стреляем с Х-10 в ближнем бою. В принципе, ну более-менее еще как-то там стреляем, но видим, что игрок даже здесь ни черта не видит и стреляет по трупу. Также уже видно, что по действиям, что и башню не зажимает правой кнопкой мыши, чтобы она не двигалась, и в целом уже видно, что что-то не так. В целом игрок сам себе уже мешает. Также видим еще небольшой фпс у нас, что тоже плохо. Чтобы комфортно играть, фпс должен быть хотя бы 60, чтобы картинка была плавная и не мешала нам. Но это уже надо улучшать наш компуктер или ноутбук, или что там, на чем мы там играем. Чем же мешает большой Х? Я играю, я привык и приучил сам себя. В ближнем бою Х-4, в дальнем бою Х-8. Все. Перед тем, как выезжать в ближний бой, я иногда быстро захожу шифтом в прицел, откручиваю нужный мне Х. Если вблизи буду сейчас воевать, делаю Х-4. И уже выезжая на врага, я уже готов к ближнему бою. Из аркадного прицела я уже сразу навожу на то место, где я собираюсь стрелять примерно. Захожу шифтом в прицел, Х-4. Стреляю быстро. Выхожу, смотрю по сторонам, что происходит. Потом смотрю на карту. И опять веду огонь, либо продолжаю какие-то действия, в зависимости от того, что происходит в бою. Это очень удобно. Я все вокруг вижу. Контролирую каждого игрока. Союзного, вражеского. Я не подставляюсь под прострелы ненужные. Я вижу вокруг то, где, куда выезжает, заезжает. В любой момент, если кто-то что-то делает, я это знаю. Потому что я вокруг все вижу всегда. Я себе не мешаю контролировать бой стрельбой своей. Также я вижу мини-карту очень часто. Потому что я своей стрельбой себе не мешаю на нее смотреть. То есть у меня все четко. Стрельба у меня должна занимать от силы долю секунды, секунду две, не больше. Потому что если стрельба занимает много времени, то я перестаю смотреть вокруг, перестаю смотреть на мини-карту, перестаю контролировать все ежесекундно вокруг себя. Если я вокруг себя не контролирую хотя бы несколько секунд, что происходит, то может произойти такая ситуация, как сейчас. Вот следующая ситуация полностью нам показывает, что может произойти, если мы не будем придерживаться моим правилам. Мы ничего не видим, ничего не контролируем. Мы плохо выцеливаем уязвимые зоны. Мы ни черта не понимаем, что происходит в бою. Буквально большой отрезок времени, когда мы ничего не контролировали. Ни слева, ни справа, ни по карте. Если бы слева чуваки выехали от башенки, они бы нам, именно они, насували бы нам так, что было бы плохо. Плюс еще две арты есть в бою, которые могли бы сейчас на гору стрелять. Но повезло, что это турбопобеда, враги сливаются, а союзники кучей давят. И опять мы стреляем аж два раза в труп. Все, он сдох уже, с него дым идет, огонь. Но мы ничего не видим, видимо, потому что у игрока, возможно, все эффекты выключены. У него 33 фпс, может там вообще у него хоть что-то, он хотел выжать из своего ноутбука или компа. Поэтому выключил все, может даже текстурки сжатые у него там бывает и такое. Потому что буквально там 20-30 фпс, это, конечно, жесть. Но при этом мы даже не знаем, как перезарядить барабан. На кнопочку С. Это русская С. Что я хочу сказать. Эта ошибка часто встречается, потому что я часто смотрю ваши реплеи. Очень часто. Буквально каждый второй, третий реплей, который вы присылаете, там вы мешаете сами себе. А раз вы сами себе мешаете, то... Когда вы так выезжаете из-за поворота и куда-то стреляете, и ничего вокруг не контролируете, то в этот момент вы получаете лишний урон, хуже стреляете, меньше контролируете все вокруг. А раз вы меньше контролируете все вокруг и реже смотрите на карту, то и тактики ваши, если даже и правильные, то они отстают по времени, потому что вы заняты корявой стрельбой. Это влияет непосредственно на все. На все, что вы делаете в бою. Стрельба должна быть четкая и быстрая. Вы должны подготавливать себя к стрельбе так, чтобы она не занимала много времени. Для этого ничего сложного-то не надо. Нужно просто понимать, что вдаль можно там х8, вблизи х4, и все. Можно даже заранее их откручивать, там подкручивать, перед тем, как выезжать на врага. Можно быстро шифтом входить в прицел, быстро выходить, сразу из аркадного выцеливать то место, в которое мы собираемся стрелять. Еще когда мы выезжаем на врага, уже примерно целиться в то место, куда нам надо. А не выезжать и потом с х200 там что-то шерудить по экрану, это, конечно, забей. И когда я вижу, когда люди так играют, я сразу понимаю, что это слабый по скиллу игрок. И таких очень много, и они все примерно одинаково неудобно для себя действуют. Поэтому, если вы хотите научиться играть, у вас должно быть все удобно. У вас должен быть фпс нормальный 60, чтобы картинка не дергалась, ничего не глючило. У вас должен быть настроен нормальный клиент. Не нужны лишние моды, которые на экране мешают смотреть вокруг и заполняют ваш экран лишней информацией, которая вам ничем не поможет. Вся информация, которая вам нужна, она находится на мини-карте, вокруг вас вы можете посмотреть. И все. Остальное все должно быть в голове. Тактики, куда стрелять. Все вот эти вот 30 циферок, как у некоторых на экране, которые показывают одно и то же, сколько вам там настрелять, или еще что-то, это все бред. Это все никак не помогает. Не мешайте сами себе играть в игру. Не мешайте сами себе следить за боем. Это тактическая игра с элементами такой вот рандомной стрельбы по уязвимым точкам. Поэтому вы должны четко наводиться на уязвимую точку, нажимать выстрел и выходить. Вы должны больше думать про тактику, как двигаться, как не подставиться в прострелы, как объехать, переехать, подъехать. Удобно. Закрыть союзника или себя, или лесенкой выезжать от холмика. Вы должны думать про это. А не про стрельбу икс миллион впритык. Это не то. Это не та игра, где нужно там пикселя какие-то выцеливать. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok